привет друзья ну что вы засумывали за пани наталью а у нас для вас новый рецепт котлетки по-домашнему батончик водички пол батона до пошло пол батона пошло или больше говяжий а то куриный нет половина куриный кило такого говяжьего и половине полкило куриного ну да все все в кастрюльку это у нас будут котлетки мы можем по кастрюльку и поменять 6 до у тебя просто по рецепту а я на глаз всегда чесночка в общем-то достаточно много но без лука да зато с чесночком хорошо я буду чистить чеснок я буду чистить это готовочка будет для наших котлеток котлетки по-молдавски бит пани наталья 4 ложки руки 4 ложки руки ну я совсем по-другому делаю котлеты совсем по-другому столовые ложки сейчас я вам покажу что там у нас в кастрюлке вот уже положили муку пшеничную 4 ложки уже положили смотрим процесс я совсем по-другому делаю котлеты 8 картошек это тоже туда в котлеты вообще не понимаю какой-то рецепт интересно отжимаем хлебушек водичка вся уходит так что чистить картошку или продолжать чеснок окей ну вот мы вдвоем теперь наташенька картошечку чистит я чищу чесночок из-за дружеской беседы она всегда интереснее готовить знаешь это быстро это блюдо быстро 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 и быстро формирует быстрое блюдо но настолько оригинальный рецепт я такого вот честно скажу не слышал вот процесс идет дальше до наташенька трет картошку на получается она мелкую на потому что фарша до чтобы она смешалась хорошо получается миленькая миленькая такая да стружечка замечательно неприятно когда видишь потерли измельчили то есть прямо прямо фарш а вот сколько получилось чеснока целая тарелочка моем чеснок а это у нас уже вот все на фаршик готово моем чеснок сейчас так черного перца еще сюда а что мы с чесноком делаем через чеснок колдовство какое видите наташенька не может без всяких таких интересных штучек всегда да это у нас чеснокодавка но они должны быть остренькие наверно то получится просто остренькие котлетки будут нет ты же даже не почувствует просто аромат даст чеснок аромат так на очереди соль ну в принципе и готовые котлету можно немножко подсолить главное не пересолить ложку масла и ложку масла подсолнечным так теперь мешаем это все дело все бокс на процесс какой красивый перекрестить ну вот смотрите ребятки вы мешали мы конечно наташенька вы вымесила фарш а теперь а теперь надо чтобы постояла пять минут отдохнула наташенька даже перекрестила с богом что было вкусненько так ну что у нас начинается процесс жарки котлет а прогрелась хорошо ага чтобы не клеилась до масло подсолнечного чуть-чуть налили и чтобы не клеился фарш к ручкам намать намочили в масле чекам ручки интересно ага еще нет ну интересно они будут золотистые как обычно у тебя все золотистая вот первая партия уже под золотилась красивые такие нигде ничего не прилипает потому что там есть 4 ложки столовой муки это наташенька сказала что именно поэтому они не прилипают ребятки я не выдержала одну котлету украла сейчас ее пробую вы знаете очень вкусно она очень сытная не жесткая мягенькая мне вначале показалось что мало соли вот она немножко остыла и соль проявилась так что рекомендую